Итоговое заседание коллегии Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области состоялось 20 декабря в региональном правительстве. Руководители спортивных и молодежных учреждений, ветеранов, президентов спортивных федераций и руководителей районов приветствовал губернатор Омской области Александр Бурков. Уважаемые спортсмены, уважаемые коллеги, сегодня мы подводим итоги с вами уходящего года, который стал для нас стартовым по реализации национальных проектов, утвержденных президентом нашей страны. Ключевая задача, которая была поставлена Владимиром Владимировичем Путиным, это создать условия для того, чтобы к 2024 году 55% наших граждан имели возможность занятия, регулярного занятия физкультурой и спортом. Если говорить о региональном проекте «Спорт. Норма жизни», то на этот год мы с вами реализовали проект в размере 147 миллионов рублей, из которых 23 миллиона – это были чисто деньги областного бюджета, остальные – это были средства федерального бюджета. До следующего года финансирование у нас резко возрастет, оно составит почти 400 миллионов рублей, но основная львинная доля средств пойдет на строительство ледового катка у нас на спортивном комплексе «Сибирский нефтяник». Следующий год, по словам губернатора, очень важный для нашего региона. В 2020-м пройдут юбилейные сельские спартакиады «Праздник Севера» и «Королева спорта». Их примут Теврийский и Любинский районы. Спортивно-культурный праздник, который мы с вами проводим каждый год, он имеет большое значение для развития массового спорта и в том числе профессионального спорта у нас в регионе. Мы выделили Любинскому району на «Королеву спорта» более 17 миллионов рублей, на следующий год заложили, и на «Праздник Севера» 20, по-моему, с половиной миллионов рублей. Мы капитально отремонтировали 4 спортивных зала в Теврийском районе, в рабочем поселке Теврийс. Кроме того, отремонтировали спортивный зал «Одиноборский нефтяник» в рабочем поселке Теврийс и завершили работы, установили хоккейную коробку на открытом хоккейном корте «Кедр». То есть все работы были произведены в срок, качественно, и на сегодняшний день все объекты готовы к встрече гостей и спортсменов. Для нас это колоссальное уважение за всю историю Теврийского района, столько в спорт, наверное, не вкладывалось денег, средств, сколько в этом было. Министр спорта Омской области представил доклад об организации исполнения поручений президента по развитию физкультуры и спорта. Один из путей решения поставленных задач – создание и совершенствование имеющихся физкультурных организаций. Организацией физкультурно-массовой работы занимаются бюджетные учреждения, дирекция по проведению спортивных мероприятий, созданная при Минспорте Омской области. В городе Омске – это бюджетное учреждение «Спортивный город», сельской местности – областной физкультурно-спортивный клуб «Урожай». Такого рода учреждений, как «Урожай», в России остались единицы. Благодаря ставкам инструкторов-методистов, выделенным муниципальным районом, удается обеспечивать проведение физкультурных мероприятий не только в районных центрах, но и в поселениях. Необходимо стимулировать формирование первичных звеньев, которыми должны стать физкультурно-спортивные клубы, создаваемые по месту работы и учебы граждан. На реализацию проекта «Спорт. Норма жизни», рассчитанного до 2024 года, Омская область получит из федерального бюджета порядка 890 миллионов рублей. В этом году в регион уже поступили 129 миллионов, на которые были уложены футбольные поля в Любинском районе и на стадионе «Сибирский нефтяник» в Омске, построена хоккейная коробка в Азовском районе, приобретен инвентарь для спортподготовки, а также закуплено оборудование для 14 площадок ГТО. Елена Бацевич рассказала о развитии комплекса «Готов к труду и обороне», в рамках которого с 2015 года в регионе проводится целая линейка спортивных мероприятий по различным видам испытаний. Мы нацелены на дальнейшую пропаганду именно занятий сдачи норм ГТО, чтобы у нас увеличилось количество зарегистрированных на сайте, на официальном, которые бы просто принимали участие, не обязательно на золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия, чтобы население Омской области более активно включалось в этот процесс. А мы со своей стороны готовы активизировать именно организационную работу по внедрению в Российский комплекс ГТО в Омской области. Также на заседании наградили отличившихся специалистов спортивной сферы. Александр Бурков вручил грамоты регионального и федерального уровней. Редактор субтитров А.Семкин